актёров и режиссёров. Вот так выглядит уголок квартиры, где живут актриса Елена Хмельницкая и её муж-кинорежиссёр Тигран Киосаян, постановщик фильма о бедной Саше. Несколько лет назад эта криминальная киноистория наделала много шуму и принесла Тиграну Киосаяну премию ТЭФИ, а также известность среди тех, кто никогда не смотрит видеоклипы, потому что те, кто их смотрит, обязательно видели хотя бы один из 114 клипов Киосаяна и наверняка запомнили актрису, которая в них снималась. Ну и ну. Елена Хмельницкая. Снималась и в сериале «Дела смешные, дела семейные», который поставил Тигран Киосаян. Сейчас она шествует по экранам маршем турецкого, а 10 лет назад покорила сердца трёх и всех остальных телезрителей. Фрэнсис, вы сказали, как распорядится судьба. По-моему, она уже распорядилась. Судьбе было угодно, чтобы 8 лет назад Тигран Киосаян поселился в доме Елены Хмельницкой, где она жила со своей бабушкой Марией Григорьевной, которую Тигран зовёт Марией. Как происходил переход от общения Марии Григорьевны, когда Тигран называл так бабушку, и вдруг Марией стал называть. Это же в первый миг это звучит оригинально. Ну, видите, получается, что у нас плохо с памятью. Нет, я скажу, когда я точно скажу. Ладно, да, просто Мария, вот этот сериал, я начал подкалывать. Просто Мария, Мария, Лючия, Деграсти Калорыч, Сиско Кида. Потом как бы раз, и просто Мария. Мария, Мария. Я даже сама вот не знаю, как это происходит. Ну, как-то органично, да, Мария? То есть никто не пытал паяльные лампы, никого. Прошло это, я даже не знаю. Вот как это происходит. Как Раднушая говорит, как-то. Да. Правда. Правда. А не буду паять, ведь останусь. Следующий этап, Мария, лет через 60, буду говорить, Машенька. Да, в общем, так это произошло, не знаю как. Но мне так нравится. Просто, это Мария Григорьевна, это трудно, это Мария, Мария, Мария. Послушайте. Слушайте, такие дальние песнопения. Это никто иной, как Саша, да? Да. Вот интересно спросить у родителей, которые сейчас тоже свидетели, проявление талантов. А там идет такой бэкграун. Вы ее кем видите? Ужас. Ой, так сложно. Ужас. Да ладно, какие-нибудь. Нет, мне сложно вот просто видеть. Я боюсь, что я вижу ребенка этим самым. А как актрисы? Это ужасающе. Я ее хотел видеть кинесисткой, знаете? Я ее давно хотел видеть кинесисткой. Причем абсолютно у меня вот абсолютно низкие цели. Это наша несложившаяся. Она бы уже зарабатывала деньги. И как бы мы бы жили бы спокойно. Ездили бы на турниры. Ездили бы на турниры. Нервничали бы. Нервничали бы. Потом выяснилось, что у нее, мягко говоря, никакого спортивного характера нет. Это не в нас. То есть, вернее, наверное, в тебя, да? Почему же? У меня спортивный. Да ладно у тебя спортивный. Вот я, например, не могу. Она музыкальная. Она музыкальная девочка. Если Саша будет поступать, под какой фамилией? Киосаян. Мы не скрываем, что она моя дочка. А почему? Ты странный вопрос какой-то задаешь. Ты так определись. Саша, если будет поступать, ей это неизвестно, будет ли помогать? А мне это, например, мне это будет мешать. Я больше скажу. Потому что в то время, хотя я хлебнул через фамилию, да, я не поступил на первый раз. Хлебнул такого, да. Я не поступил во ВГИ. Как я хлебнул? Из-за фамилии? Да, потому что как бы это с папой спорил Марлен Мартыничков. Луциев. Потому что я был никто и звали меня никак. Я был сынок. И я не поступил во ВГИК первой. Потом была статья в известиях паповни конкурса. Большая очень. И как бы в тот момент доказательства, которое мне именно отсюда и появилось, когда отец говорил, ты куда? Я говорю, я как куда? Я во ВГИК. Вот эта статья же вышла целая. И он, конечно, гордился тем, что я как бы даже сомнению я должен доказать этим людям, что я не зря существую и хочу учиться на режиссер. Как бы этот момент был. А потом это как бы уже спорт. Я вообще спорт, спорт азартный человек. Отец Тиграна, Эдмон Киасаян, оставил о себе добрую память, сняв знаменитую трилогию о неуловимых, а в ней всех своих друзей и знакомых. И разве кто-нибудь скажет сегодня, что любить своих друзей – это плохо? Вот вопрос, который задают все честные люди большевикам. Он говорит, а, мы уйдем. А прав оказался абсолютно. Мы уйдем. У нас дети, внуки, у них будут дети. Ну, у меня есть возможность всех оставить на пленке. Рикмахера, Санкин, у всех, кого он уходит. А где? В фильмах. Да неуловимые первые серии – это просто все друзья. Неуловимые – это просто вот все эти бурдаши, имеются в виду бандиты. А святители, которые, то есть, так невозможно сказать. А сынишек? Сынишек обязательно. Где? Я тоже там в коронавирусской империи, Джигарханян проходит первая моя роль. Джигарханян проходит по поезду, по вот там, и там мальчик с большими двумя догами. Да никто не помнит этот, как? Кроме догов. Да, кроме меня и догов, да. Прилагаем кинодокумент. Как видите, в памяти Тиграна не все сохранилось точно. Дог в поезде был один. Потому что в детстве и деревья были большие, и догов больше. Давид. Тогда там ему 5 лет. Давид, он перед вами. Старший сын Эдмонда Киасаяна. Давид смеется, потому что ему только что сказали, что у него родился брат, которого назвали Тиграном. Тигран, ты каким рос ребенком? Балованным? Нет. Нет. Я рос нормальным, я надеюсь, ребенком. Со всеми с теми комплексами и плюсами, и минусами. О чем ты мечтал? В школе, например. Всю жизнь. Никогда не хотел быть пожарником. Никогда не хотел быть... А если мечты уменьшить до размеров велосипеда или чего-то подобное? Жвачки хотел очень много. Я вот это, очень хотел жвачки. Жвачки, чтобы был такой вот фургон большой, знаешь, софт-трансавто весь жвачкой был позаполнен. Все равно, ведь у вас с братом и игрушки, и какие-то детские, может быть, развлечения все равно были несколько отличные от твоих же одноклассников. Нет, вы знаете, я в такой школе учился, Тимур, что это была 23-я спецшкола на парке культуры. А спец? Это что значит? Спецанглийская, но она была спец по всем делам, потому что там и на... В одном классе учился Радок, Пятаков и Потаки, например, вот. Все внуки, вот правнуки, вот Радока, Пятакова и Потаки, вот площадь. То есть там была очень непростая школа. Это было просто очень хорошее образование. Вместе с тем там культивировались вещи, которые у нас в семье просто не вытянутали. Надо было стучать, и нужно было, как бы, чтобы хорошо себя чувствовать. При том, что проводником свободолюбия был, конечно, старший брат, и я хлебал-то именно из-за него, потому что он закончил школу с грехом пополам. А я там в пятом. Учителя вспоминали-то? Ну как, я был Киусаян младший. Я-то был тихушник, я был нормально. И я только шел в этот самый. То есть, например, если Давид мог из-за несправедливости просто ударить, скажем, учителя физкультуры или чем-нибудь журналом по голове, то я подходил к этому с философской точки зрения. Я, зная, что, скажем, педагог по английскому языку меня ненавидит именно из-за того, что я брат Давида, потому что меня ненавидит как такового. Не за что, да? Не за что, да. Ей ровно раз 300-500, просто я, это очень осознанно, говорил, здравствуйте. В день. В день. Да, я специально ходил. И дожил до того момента, когда через два месяца после моей акции шестер-комаштабной, она мне дала оплеуху. После чего я поймал ее за руку и повел к директору. Вы советский педагог, говорил я. Ужас. А их три филова, потому что я говорю правильные вещи. Я говорю, ну завтра буду здесь журнал. Очень положительно. Ну ладно, то есть он говорит, вот, хоть наконец дома умный появился. Конечно, это все, вообще-то это подлость. Все это очень подло. Но вы не учились в этой школе, поэтому понять меня очень тяжело. При таких актерских данных как ты докладывал о снижающейся успеваемости дома? Я был один такой эксцесс у меня, начали шестой класс, вторая четверть, помню, новогодняя четверть. Ну так, ну, годы-то кончался. Как в анекдоте, 12 предметов, 11 троек, одна пятерка. Попей. Я очень хорошо пею. На земле весь... У тебя одни тройки, и ты еще поешь. А я еще пою. Ну как в анекдоте, я говорю. Я понял, что с этим-то дневником я домой никогда не приду. Там же мусорный бачок, и я в него этот дневничок ушвыряю. Но потом, где-то числа 12-го, 15-го все-таки папу вызвали в школу. Я упустил этот момент. Обычно я к телефону подвигал первым. Тут я упустил. И, конечно, дома была корида. Дома привет. Папа меня молча привез. Ой. Если бы не мама, которая отгородила меня от папок, потому что говорит, за что? За что? Я приходил в школу, и на меня выливают ушаты. Он мне говорил, что хорошо учился. Я нет, я никогда хорошо учился. Я поэтому ушел в школу, елки-палки, в девятом классе, потому что у меня по геометрии было минус 9. Но мы не по геометрию говорим. С геометрией у всех было слов. Я до сих пор не могу понять, почему работает этот свет, зажигается, и самолеты не падают. И никто мне никогда не объяснит это. Понимаете? В школе, когда говорили, что из вас вырастет, какие вам предрекали с братом? Сорняк. Сорняк вырастет из вас. Ну, лекарственные? Из Давида точно чистый сорняк, лопух. Ну, не лопух, лопух. А выросла? А выросла? Вырос генеральный директор, продюсер одной из самых больших фирм, телепроизводящих. Главное, что заняты своим делом, как выяснилось. Мордашка-то ничего. Нормальная мордашка, нормальная. Мысли появились. Работаем по схеме. К статье пойдут залпом. С ребятами в редакциях я договорюсь. Но надо ее поддержать телеэфирами. Эфиры будут, Сережа. Ты фишку придумал? Золушка приехала из глубинки. Издеваешься, да? Хорошо. Что у тебя еще? Можно пойти по питерской схеме. А у них что было? Ну, история про однорукого флетиста. Физические недостатки убираем сразу. Ну, я не знаю. А кто знает? Спокойно, Левочка. Кажется, у меня родилась мысль. А что, если у нее не было голоса? То есть... Ну, вот до 20 лет у нее вообще не было голоса. Ни мая, ни мая была. Ну, 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 ну. Подробности через 3 минуты. Тяжело, и насколько это все неоднозначно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, в общем, тяжелая, как бы, конечно, профессия сложная. Родители Алены, артисты Большого театра, теперь работают в Германии. Но с девушкой из хорошей балетной семьи Тигран познакомился не на балете и не за границей. С чего началось? С бензинового кризиса. У меня было бензина тогда в стране. Он был, очень редко появлялся. И если он был, как бы это сразу было видно по длинной, извилистой очереди. Вот, и встретились в очереди на бензоколонке. Да, пообщались, поговорили. Стоп, стоп, стоп. Очередь в одну ставила колонку или в брензу? Нет, в брензу. Значит, кто-то из вас глазами смотрел, кто сидит в соседних машинах. Я всегда узнала. Конечно. Вы договорились бы хоть при съемке. А ты, конечно, сама напросилась. Елки-палки. А ты сидела, у тебя девушка сидела какая-то рядом. Не увидела я. Было далеко, я плохо вижу. То есть, вопреки обстоятельствам даже, ухитрялся знакомиться, Она убила меня. Она увидела, что я женщину. Угнала. Она еще... Это у меня не было. У меня не было никаких плохих намерений. Абсолютно. Если кто-то сейчас не скажет, как было на самом деле, Ну вот, рассказывай. Я все точно рассказываю. Сказала, Тигран. Ты подошел, сказал, Вы подошли к его машине. Все как было. Почистила охну, попросила денег. Нет, надо было следить за очередью, поэтому я не могла никуда отойти. Увидел я ее, крикнул, она крикнула, я сказал, О, привет. Давай я вспомнил, что мне нужна актриса на съемке рекламного ролика. А девушки, сидящие на заднем сидении, это не было? Что на заднем? На переднем сидении? На переднем. Что же на заднем? А может быть, ты подвозил? Я не обижаю женщин. Может быть, ты просто этим зарабатывал тогда? Может, да? Нет, тогда нет. Саша, любимая моя. Какое-то время он думает, что ответит на самом деле. Нет, я посмотрел, я слушал ролик. Ролик, я ему слушаю. А, давай, это Алеша, какой Алеша? Алена. Может, она сказала, да, у меня есть свободное время. Этот режиссер Якин предложил мне ехать в Казах. Да, 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 да. Он бросил эту свою мымру и закрутилась. И ужас этот начал, ужас. Это будет первый снег нашей любви. Жаль, что закончил себе. Пусть нас рассудит. Хотя до встречи с Тиграном Алена не пела на улицах, после этой встречи все было так, как в кино. Точнее, как в этом рекламном ролике, снятом Киасаяном. После пробной рекламы это потом произошло... Я хорошие деньги за нее получил. Совершенно. А потом я помню, еще одна причина. Все должно остаться в семье. Поэтому, как бы, я познакомился ближе. Нет, была реклама, а потом была работа в клипах, кстати говоря. Вот, было... Парладат Вова, наверное. Да, кстати, очень, не знаю, меня вот, многие даже вот, если узнают, еще что-то помнят, а вот по клипам, скрипка леса, например, Саруханова. Ненадочная. Ненадочная. Ножи с Шифутинским. Потому что такие маленькие фильмики, это были клипы такие. «Музыка» Субтитры подогнал «Симон» Ален, когда муж-режиссер, жене-актрисе предлагает роль, этот момент очень деликатный. Я никогда не буду терроризировать его на эту тему, что сними меня обязательно, я хочу сняться у тебя в кино. Такого не будет. Но если есть роль, которую я могу сыграть, которая мне подходит, или он считает, что она мне подходит, или я могу его в этом убедить, то, конечно, у меня путь благоприятствования, так скажем, естественно, он мой. Ирма, остановись, ты соображаешь, что ты творишь? Ты понимаешь, какую неустойку придется заплатить? Да какой черт он тебе нужен? Ирма, я подарю тебе небо! Он же идиот! Я иду к тебе, любовь моя! Ну остановись, ну давай все обсудим! Как же вы мне надоели! Ну может, баба раз в жизни позволит тебе расслабиться? Я с ума от него схожу! Я пропала, мальчики! Ирма, стоять! Хотелось бы узнать про сверхновый фильм, который только-только сходит со стапелей. Это какой? Это какой? Вы какой таким считаете? Я не знаю, но получилось, что выходят одновременно два фильма. Ландыш Серебристый и Президент и его внучка. Ни в коем случае не спорить с больным ребенком. Относиться абсолютно серьезно к его идее. Но как, если она говорит, что ее дедушка Президент? Соглашаться? Да, ее дедушка Президент отдал ее вам на воспитание. Есть такая специальная программа, называется «В люди». Это детей из богатых семей отправляют в бедные, чтобы они понюхали нормальную жизнь. Вот так. Вот видите, в каждом своем выпуске программа «Пока все дома» старается что-нибудь дооткрыть вам. В данный момент, например, она открывает вам объятия своих очумелых ручек. На протяжении многих лет ежевоскресно достигая вершин своего творчества, наши очумелые ручки стремятся сделать это так, чтобы плоды этого творчества покорили миллионы. А миллионы, в свою очередь, покорили эти самые вершины. Сегодня очередным апогеем полета технической мысли «С миллиардами» поделится и кар этой самой мысли Андрей Александрович Бахметев. Пожалуйста. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию конструкцию пыли, влага, ударозащищенного, приемника-распределителя. С дозатором. Да. Для известного расходного материала. Обратиться к этой теме нас подвигнуло письмо от Шендеровича Александра из Санкт-Петербурга. Дело неотложное, поэтому приступаем. Берем обыкновенную двухлитровую пластиковую бутылку. Отрезаем у нее донную часть, оставляя вот такое ушко, за которое затем оставшуюся часть можно будет закрепить или подвесить. Берем легко узнаваемый бумажный материал, извлекаем из середины сердцевину. Вот отсюда картонную. Из средней части достаем кусочек бумажного материала. Как фокусник. Да. Вот так. И опускаем его вот в эту. Вот так. Хоп. Спасибо. Горловиной от другой пластиковой бутылки сверху все это фиксируем и центрируем. Что придает конструкции герметичность и влагозащищенность. Да. Заодно центрирует. Внутри располагающийся материал. Это и есть приемник-распределитель. Сейчас будет дозатор. Из двух пробок от пластиковых бутылок с отрезанным верхушечками делаем вот такое кольцо-переходник. Переходник от дозатора к приемнику-распределитель. Закручиваем. И еще из одного горлышка пластиковой бутылки делаем вот такую воронку с зубчиками. Зубастик. Да. И тоже все это делаем зубастик от грызастик. И все это закручиваем. Теперь как все это работает. Так, изображаем близ стоящее дерево. Все висит. Вы берете, вот так вот тянете, то количество бумажного материала, которое вам необходимо, а затем раз. На вовсе отдавая в ваши хорошие руки самое дорогое, что у них есть, то есть свое рукотворчество, наши очимелоручки оставляют за собой почетное право в процессе эксплуатации вносить в эту конструкцию доработки и усовершенствования. Чего и вам желают. Спонсор программы «Масло мягкое деревенское». Вкусный и полезный продукт для всей семьи. Старшему... Вот там нереально, когда в одном зале сидят все. Вот и пацаны там, и Никита Павлович, и наши друзья, и всем весят. Все нашли себе. Ну, все были там разные. Вот, это хорошее, это светлое. Но Тигран на свадьбе был, я должна вам сказать это. О! Вау! Тигран на свадьбе был. Нет, он был, я хочу сказать. Все-таки Барьехов. И пел очень хорошо. Вообще такой был организатор, что ну тоже надо организовать, чтобы на свадьбе было интересно, да? И вот он, значит, взял в свои руки это все. И все торгизовал Давид. И брат и едет к Мирону. Да, и с Аленами и танцевали, и пел, пел, но все время он пел там. И сама компонировал себе, в общем, был в ударе, я так должна сказать, наш жених. Кстати, интересно, как впервые ты вошел сюда уже не как гость, а как... Да он сразу так вошел. А я как бы так, у меня есть это такое, есть на место. Я его зашарю, обживаю очень быстро. Что у нас сегодня в холодильнике? Да. А холодильник это любимое место. Не то, что люблю употреблять пищу внутрь. Заглянуть. А просто... Ну вот просто посмотреть... Эстетика. Эстетика еды. Это все руморт. В плане накормить, насколько требователен и капризен? Давай-ка рассказывай, Марья Григорьевна. Ну нет, он не такой уж прихотливый, но любит хорошо поесть. Это что значит? Все по-разному это понимают и тем более воплощают. Ну, чтобы это было и вкусно, и красиво. И все время разное. И все разное, да. Вообще оборзил другими словами. Да. Марья Григорьевна, когда дома возникает ситуация, что что-то отваливается, или что-то открутилось, или что-то отпаялось, отломилось. Да. Мужская рука, догадываемся чья, начинает это ремонтировать. Да. Да. Как это выглядит и как это потом работает, если работает? Ну, к этому надо сказать, что Тигран, конечно, ничего этого не умеет делать. Но Алена делает. Алена, да? Алена. Алена вот все такие по мелочи работы какие-то она делает. Кладка камня. Если надо что-нибудь там, да. Ну, вот, тогда, например, даже лампочка, и то Алена это делает. Он же боится. Просто Алена знает, где лежат лампочки. Он не подходит к лампочкам. Да, в этом отношении дома нет ничего. Но стоит хоть рядом? Хоть учится или нет? Ну, личность придерживает личную стремянку. С стремянком держит. Она лежит туда, а он держит стремянку, чтобы она не упала. Ну, кто-то должен делать эту грязную работу. Да, вот такие вот, такие дела. Вчера вечером позвонила моя первая школьная любовь. Как она меня отыскала. Отчего за столько лет не смогла забыть меня. Нахлынули воспоминания. Нестерпимо яркое солнце. Пустынная аллея парка. Ее воздушные волосы. И утром я сочинил вот это. Я Бог. Ты вор. Что, и это сочинили до меня? Рома, ты классный аранжировщик. Завязывай писать песни, а? Я хотел ей подарить песню. Ребята. Я сегодня вечером встречаюсь с нею. Не дайте пропасть. Одолжите денег на ресторан. Зоя. А вам я желаю большего везения в искусстве, чем мне. Все шутит, шутит. Насколько он серьезный человек? Вы-то его давно знаете? Я его давно знаю. Ну, он любит пошутить, конечно. Иногда не знаешь, где шутка, где правда. И вообще мне спрашивают, боже мой, как же вы с ним живете, как тебе, наверное, и тяжело. Спрашивают такое? Да, говорят, боже мой, как ты его терпишь, как тебе тяжело. Заметьте, не я это предложил. Так. А мне... А почему это спрашивают? После чего? Нет, видят, какой он, какой он шумный, как его много, да. Какой он, значит... Можно обо мне такое сказать? Можно, можно. Как же тебе, наверное, сложно. А мне, на самом деле, я бы, может быть, рада увидеть дома чуть-чуть того самого, что видят люди. А я вижу, в основном, затылок или профиль, устремленный в компьютер. Началось. Век сейчас такой, Алёна. Да я знаю, я же не к тому. Или вот... А раньше бы писал бы. Да, компьютер, игры, газеты. А он и так расслабляется. Поэтому дома тишь, гладь и божьи благодать. Нет, на самом деле, я ужасно рада. Я благодарна одинаково и Теграну. Такой бабушке. И Марии. Нет, потому что я представляю для меня, да, вот у меня Мария вырастила. И вот приходит молодой человек. Ну, не захочет он жить с моей бабушкой. Ну, имеет полное право, в принципе, конечно, да. Но не совпали в чём-то, в принципе, да. Жизнь, все мечтают жить отдельно. Без родителей, без бабушек, без дедушек. И поэтому я настолько счастлива, что вот так вот это всё у нас получилось. Ой, чтобы так длилось долго-долго. А для тех, кто только что включил телевизор, сообщаем. Полчаса назад вы могли увидеть начало программы «Пока все дома». Так что до следующего воскресенья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»… Да, без psych To offices! До новых встреч. Пока! Бог за субтитры includes стримая, internship Teаловка,え. Ну нет, пока Что?